За 11 лет функционирования корпоративной программы «Газпром детям» в стране построены и реконструированы более 1600 объектов в 73 субъектах страны. Построено 120 физкультурно-оздоровительных комплексов, и на этих объектах в настоящее время занимается более 100 тысяч человек. Об этом Владимиру Путину рассказал Алексей Миллер в рамках рабочей встречи, посвященной 25-летию газового концерна. Президенту продемонстрировали, как «Газпром» открывает в регионах новые социальные учреждения, построенные в рамках социального партнерства с местными органами власти. Президент поблагодарил компанию за эту работу. Программа, о которой вы сказали, результаты которой частично сейчас смотрели, она имеет очень важное значение для регионов страны. «Газпром» – сетевая компания, работает, по сути, на всей территории, почти во всех субъектах Российской Федерации. Но я знаю, что вы делали это не только по моей просьбе, но и в силу того, что компания и руководство компании поддерживает детский спорт, поддерживает целенаправленно, на системной основе. И прошу вас, эту работу не оставляйте. А в целом, я поздравляю вас и весь коллектив «Газпрома» с юбилеем, с 25-летием. Хочу выразить надежду на то, что и дальше «Газпром» будет работать так же эффективно, как это было до настоящего времени. В Коми в рамках таких договоренностей, например, в ближайшее время будет благоустроена набережная газовиков в Ухте. Комплекс планируется завершить до конца будущего года. Стоимость всех работ, внимание, 600 миллионов рублей, 450 из которых – деньги газовиков. Договор об этом подписан накануне. Таким образом, как напомнили в «Газпром Трансгаз Ухта», компания выполняет поручение Алексея Миллера, озвученное на торжествах, посвященных 50-летию «Газпром Трансгаз Ухта». Это был август прошлого года. Что касается недостающей суммы, 150 миллионов, их предстоит найти городу. Плох тот руководитель, который не поддержал бы такие идеи, и я действительно был очень рад, что такая идея у них возникла. «Газпром» не укладывает 2,3 стоимости всего этого проекта. Я думаю, что, наверное, здесь у нас, будем говорить так, и правительство нас поддержало, американские датчики, обещали поддерживать разрешение между 100 миллионов федеральным масштабом этажами. Плюс 50 миллионов из американских денег. Протяженность набережной вдоль реки Чебьё около 2 километров. Здесь обустроят детские площадки, проведут велосипедные и беговые дорожки. В планах этого года реконструкция территории возле будущего пешеходного моста. Последний планируется возвести недалеко от Ухтинского технического лицея. Очевидно, что электрические сети, которые проходят здесь сейчас и портят вид, введут под землю. «Делать именно безбарьерно, где-то проезд под мостами и так далее, и так далее. Но это требует, конечно, дополнительных финансовых вложений, и поэтому мы здесь тоже немножко откорректировались. У нас не такая загрузка, как в Москве, конечно, да. Но и вот сама протяженность 2 километра, безусловно, не будет никаких ограничений. Поэтому туда-обратно можно проехаться и на велосипеде, и на скейте, без всяких проблем. Ну, под мостами действительно надо посмотреть где-то переходы, какие, значит, не по пешеходному переходу, а где-то в районе мостов под мостами для пешеходов, для велосипедистов. Поэтому над этим тоже поработаем». Заметим саму концепцию благоустройства набережной. Газовики уже согласовали с инновационным центром Олимпийского комитета России. Это с целью учета всех возможных моментов при эксплуатации именно детских и спортивных комплексов. Ведь сразу после ввода Ухте предстоит предусмотреть ежегодные расходы и на дальнейшее обслуживание и ремонт территории.